Итак, у нас сегодня лекция про логические выражения и вообще про все подряд. Она тоже получилась слегка длинной. У нас с прошлого раза оказалось довольно много долгов. В частности, про ответ на вопрос, как узнать все ссылки на наши объекты. Это не очень нужно делать, но, тем не менее, можно попробовать. Возьмем наш питончик. Но, к сожалению, для того, чтобы про это рассказать, нужно рассказать про много разных питонных кишочков. Видимо, сейчас еще не тот у нас с вами уровень, чтобы все это понимать до конца. Но какие-то базовые вещи я вполне могу объяснить. Например, помните, мы с вами говорили про референс-каунтер. Про то, что объекты в питоне удаляются и заводятся сами. Нам не нужно их удалять. Мы можем удалять только имена, то бишь те самые референсы, ссылки на объекты. Арифметика тут очень-очень простая. Мы создаем объектов, создаем им много разных имен. Или не имен, а ссылок, скажем, из составных типов данных, типа кортежа или списков. А потом, когда мы эти имена или, короче, эти ссылки удаляем, их становится все меньше. И в тот момент, когда последняя ссылка на объект пропадает, этот объект удаляется. Это что касается референс-каунтера. Соответственно, с этими самыми ссылками есть такая штука, как проблема изолированных пространствами. Тут мне придется забежать вперед, чтобы показать вам одну конструкцию, которая называется список. Все конструкции, которые мы сейчас смотрели, кортеж, строка, число, вот все. Это так называемый константный объект питона. Константный объект означает, что мы не можем модифицировать данный объект. То есть, когда мы говорим, что это тип А равняется 3, у нас имя А ссылается на объект 3. А когда мы говорим А плюс равняется 18, в действительности происходит не увеличение объекта, на который указывает А, на 18. В действительности происходит создание совершенно нового объекта. Сначала объект 18 создается. Потом берется объект 3, к нему прибавляется 18, получается 21. После чего объект 21, новый константный объект 21, целочисленный, связывается именем А. А старый объект, который был связан именем А и равнялся 3, он удаляется. Или не удаляется, если на него есть ссылки. Кстати, на него почти наверняка ссылок очень много. 52 штуки. 52 штуки. О чем мы с вами поговорили только вскользь, это о том, что существует ситуация, когда рефкаунтеры не работают просто так. Потому что, если мы возьмем модифицируемый объект питоний, ну, например, вот такой список. А равняется там. Раз. Ку-ку. Три. Да? Б равняется А, ну, там, 100-500. Это списки А и Б. Обратите внимание, как нам питон представляет список Б. Да? Значит, у него первым элементом является список А. Что будет делать питон, если мы напишем что-нибудь вот такое? А, допустим, первое равняется Б. Вот какую странную вещь питон в данном случае забабахает. Что это такое? Питон определил, что у нас есть рекурсивное, ну, как бы, А ссылается на Б, Б ссылается на А. И при попытке вывести уже выводимый объект А вот здесь вот, да, это вот А, это вот внутри него Б, а это внутри Б снова А. Питон отследил, что он опять пытается вывести объект А, отследил рекурсивную, ну, не рекурсивную, а как это, вложенную, вложенные ссылки друг на друга и сказал, дальше я выводить не буду, видите, здесь цикл. Вот, давайте мы посмотрим, сколько у нас референсов на это самое А и на это Б. По три штуки на каждой, значит, две штуки, ну, объект, который из списка А, связан именем А, связан с ссылкой из объекта Б. Ну, еще мы помним, что getRefCount приписывает еще одну ссылку, на которую ссылается сам, поэтому их три. Если мы, например, напишем C равняется А за пятое Б, то этих ссылок станет четыре. Да? Или там, скажем, C нулевое. Да? Это все одно и то же, даже можем сказать А из C нулевое. Мы понимаем, что это одно и то. Вот. И вот сейчас мы проделаем одну неприятную операцию, с которой надо что-то делать, питону, потому что мы сейчас возьмем, удалим два объекта А и Б. Списки при этом вот эти будут продолжать существовать. Потому что, обратите внимание, мы только удалили, мы только удалили по одной ссылке на каждый из этих список, мы удалили имя А и имя Б, при этом ссылка из Б в А, из А в Б, из С в А, из С в Б существует. Да? Значит, по две штуки на каждый, плюс третья, значит, в нагрузку. Что произойдет, если сейчас мы, скажем, дел C? С точки зрения рефкаутинга, мы должны удалить по одной ссылке на список А и на список Б, по одной. Их останется еще по одной штуке на каждый. Потому что А ссылается на Б, а Б ссылается на А. А этих ссылок мы не удаляли. Мы только удалили ссылки на объект А и на объект Б из объекта С. Но мы даже не можем проверить этот факт, потому что ни из одного name space, который нам доступен сейчас из питона, ни из одного пространства в имен, объект, который раньше назывался А и объект, который раньше назывался Б, недоступны. Они где-то там, в замкнутом, абсолютно недоступном для нас пространстве, друг на друга ссылаются. И вот это есть проблема изолированного пространства в имен, которая приводит к утечке памяти в питоне, если такие вещи не отлавливать и не убивать. Вот. Именно этим занимается так называемый сборщик мусора, дабрыш коллектор, модуль ГЦ. Вот он. В питоне. А все остальные операции по ревкаунтингу, это не грабрыш коллектор. Это просто нормальный счетчик ссылок с удалением тех объектов, которые мы поняли, что ссылок на них больше нет. А вот такие штуки нужно удалять, применяя искусственный мозг. Этот искусственный мозг называется грабрыш коллектор. Мы можем его применить. Например, мы запретим сборку мусора, включим отладчик. Скажем, все зависшие, подлежащие сборке пространства имен мы будем сейчас отслеживать. Повторим упражнение. Значит. Вот у нас есть объект, ссылающийся сам на себя. При попытке его удалить, формально будет удалена только одна ссылка. Ну, видите, да, я создал список, а потом сослал сам на себя. То есть, при попытке его удалить, если мы напишем delete a, del a, будет удалена, формально говоря, будет удалена только одна ссылка. И он зависнет, будет представлять собой замкнутое пространство имен, потому что он будет ссылаться сам на себя и больше никто на него ссылаться не будет. Вот. Давайте посмотрим его идентификатор. Беру сразу шестнадцатеричное представление, потому что грабочный коллектор будет дампить именно его. Значит. Удаляем объект a, который ссылался сам на себя. В этот момент должен прийти грабочный коллектор и сказать, у вас здесь зависло, значит, изолированное пространство имен с объектами, эти объекты все надо поудалять. Но грабочный коллектор мы выключили. Поэтому мы давайте сделаем вручную это. О! Грабочный коллектор сказал, что там еще два предыдущих, ну вот мы тут еще упражнялись же, а, б, вот эти все зависли. Но еще завис вот этот список. Вот он. Это остатки наших предыдущих упражнений, а это вот наш список, который мы только что удалили. Кстати, если я еще раз скажу коллектору, он скажет, что больше чего нет. Вот. Ну давайте посмотрим, что там у нас в мусоре. Ну вот они. Это все наши упражнения за предыдущий этап, да. Значит, сборщик мусора в тот момент, когда мы его выключили, еще не удалял ни один из этих объектов. Не было необходимости, памяти хватало. Вот. А когда мы его выключили и сказали, сделай это вручную, коллектор, да. Он обозначил нам, что вот три таких объекта подлежат сборке. И вот. Мы их собрали, он их удалил и поместил для отладки в поле garbage, чтобы мы могли сами разобраться, что это там за объекты такие. Такие дела. Кстати сказать, если я сейчас выйду из питона, вы увидите большой список коллектабл-объектов, которые питон при выходе удалит. Жух. Вот. Это не означает, что все вот это, это специальный мусор. Вот. Ну и наконец, помните у нас в прошлый раз были странные разговоры о том, в каких случаях питон, значит, хэширует объекты и делает ссылку на один и тот же объект по хэшу, а в каких случаях это не делает. Вот. Логика там довольно причудливая. И в принципе с ней разбираться не надо. Сейчас скажу почему. Потому что, когда вы создаете объект, вы не можете надеяться на то, что питон внезапно прошарит все объекты, которые уже есть, сравнит ваш объект с этими всеми объектами. И если вдруг он внезапно равный, не будет его создавать, а внезапно положит на него ссылку. Понятное дело, прошарить все объекты и сравнить ваш объект со всеми это очень тяжелая операция, смысл которой совершенно непонятен, если вы, ну не знаю, работаете с числами. Привожу пример. Вот у нас есть а равняется, b равняется, ну допустим, 100500 и c равняется 100500. В этом случае это совершенно однозначно один и тот же объект. В этом случае это предположительно другой объект, хотя в общем нам с вами особенно без разницы. a равно c, a из c нет. Можно написать из нот c будет да. Значит обратите внимание, что из нот это не a является нот c, а из нот это такая операция сравнения, такой синтаксический сравнение. Вот. Гораздо интереснее другая картина. Например, если мы напишем вот так вот, то a все равно будет b. То есть, когда мы создаем два объекта в рамках одного выражения, питон понимает, что это один и тот же объект. У него где-то в горячем поиске, ну как бы в синтаксическом виде разборе, он видит, что это на самом деле один и тот же литерал, и поэтому a является b. При этом, если мы напишем c равняется, то естественно у нас будет false. Что самое интересное, если мы напишем два выражения, но в одной синтаксической конструкции, примерно вот так вот. Ну давайте для красоты сделаем вот так. То есть, у нас есть одна строка, синтаксический разбор, который делает питон, потом он его превращает в байт-код, выполняет, интерпретирует. Ну так вот, в данном случае у нас будет a из c true, потому что в момент лексического разбора питон выяснил, что у нас вот эта лексема совершенно одинаковая во всех трех случаях. Значит, можно совершенно безболезненно один и тот же объект, ею, значит, этими тремя именами обозвать. Так что в действительности то, будет ли питон создавать новый объект или искать его в кыше имеющихся, это не самая простая картинка. Да, она, значит, на нее влияет много разных факторов. В нашем с вами случае мы просто должны отличать те объекты, которым мы явно поименовали, тот объект, которым мы явно поименовали несколькими именами, да, и те объекты, где вот это вот именование может случайно совпасть, как вот здесь вот, просто потому что питон решил, что никакого вреда от того, что он не будет заводить новый объект, нет. Ну и, наконец, чтобы уж окончательно, окончательно, значит, сбить вас с толку, такая же конструкция, вот как у нас была с числами меньшими, кажется, 127 или 255, сейчас не вспомню, да. Вот если написать здесь 92, то даже если мы напишем вот так вот, это все равно будет true, потому что маленькие числа, кажется, в диапазоне от минус 127 до 128, минус 128 до 127 или что-то около того, всегда торчат в кыше, и питон всегда проверяет их наличие в кыше и никогда не заводит новый объект, просто потому что они часто используются. Мы уже с вами видели, что какие-нибудь очень популярные константы встречаются много-много раз. Понимаете, да? Вот в коде единичка встречалась 203, поименованы 203 раза, вот, такое дело. Наконец, ответ на вопрос про то, как посчитать все ссылки на объекты, очень простой. У габочек коллектора есть свой собственный инструмент отслеживания всех объектов, которые мы посвязывали. Если мы скажем GC, у нас нету GC, ну, допустим, мы напишем... Сколько у нас тут, да? Вот, 8. А, отличный. А, 92, да. GC, get, referers, по-моему. Вот, а. Господи, прости, вот число 92 в 8 раз содержится в нашей исполняющей системе питона во всяких странных местах, в определении констант, где-то вот тут, в нашей переменной a, вот, да? Ну, в общем, где-то. А, допустим, какой-нибудь 100500, а 100500 у нас уже нету, да? 100500 у нас уже нету. Ну, хорошо. a равняется 100500, b равняется 100500. Вот я вангую, что таких штук сейчас будет 2 от a. А, нет, 1. Только 1, вот она. Сейчас. Так. Как тогда это сделать? А, ну, вот, ну, смотрите, c равняется a. 1. И вот теперь их будет 2. Да? Значит, вот один referer. Это, собственно, c. Да? А вот второй referer. Это наш namespace, в котором есть наша a, который ссылается напрямую на a. Вот. Обратите внимание, что b это другой объект, поэтому это... Короче говоря, значит, можно получить список всех таких объектов, смысл этого непонятен. Как вы понимаете, мы его получаем даже не от самого питона, как интерпретатора, а вот служба, которая занимается отслеживанием, значит, образованием мусора в нашем кодике. Вот. К вопросу, да. Кстати сказать, я тут использовал, помимо, значит, функций dir, которые показывают текущее пространство имен. Видите, красиво. Это все наши имена, которые мы глобально завели. Тем же самым занимается и функция globals. Единственная разница стоит в том, что она показывает не только имена, но и их значения. Вот имя a у нас равно 100500, имя b равно 100500, там c связано с объектом, со списком 100500,1. Ну, в общем, просто чтобы вы понимали, потому что dir я использую довольно часто. Кстати сказать, dir может показать пространство имен, лежащее внутри объекта. Мы про это будем говорить, когда будем говорить про эти самые методы. Вот. Ну, например, какого-нибудь, у какого-нибудь a у объекта типа int довольно глубокое пространство имен. Как видите, там есть куча каких-то странных методов с подчеркиваниями, там есть некоторые поля без подчеркиваний. В общем, внутри объекта есть свое пространство имен. К чему мы еще придем. Все, значит, перестал муружить вам голову и начал муружить вам голову по-другому. Значит, алгебра логики. Я надеюсь, что здесь все присутствующие достаточно грамотные, чтобы знать, что такое логическое сложение и логическое умножение. Оно же дизъюнкция и конъюнкция, то бишь or и end и not еще. Что такое true и false? Это false. Так же. Вот. Что-то просто тип булл такой. Тип такой. Вот. Значит, понятное дело, что табличка, да, значит, табличка истинности. То есть, значит, результат работы логической функции над двумя переменами a и b совершенно очевидный для or и для end. Да. Вот у нас or равно false, только если оба операнды ложные. А end равно true, только если оба операнды истинны. В противном случае or равно true, а это было false. В питоне довольно важно, что эти операции имеют довольно низкий приоритет, поэтому мы можем написать что-то типа... у нас a 100-500, a делить на 10 меньше b минус 600. True. Давайте расставим красиво знаки припинания. При этом, понятное дело, что поскольку приоритет, приоритет наших операций арифметических выше, чем приоритет сравнения, то сначала будет произведена операция вот эта, потом вот эта, и потом, значит, уже будет произведено сравнение. Да? Нам не нужно ставить скобочек в этих случаях. Вот. Если вы хотите использовать побитовые операции, ну вот давайте я просто напомню, да, о существовании побитовых операций, о чем у нас в чатике, кажется, когда-то был разговор, но я не нашел времени его поддержать. Вот. Побитовые операции, когда у вас and, or и not происходит побитого, они в питоне просто другими значками обозначаются. Ну, допустим, вот у нас какое-то число, допустим, a равняется 0b101, a b равняется 0b, ну, скажем, 0b101. Вот, обратите внимание, что в питоне есть прекрасные бинарные константы, то есть это двоичное число, да? Вот. Значит, ну или вот так вот. Вот. Двоеточие b в данном случае означает, что формативнее будет двоичное. Варианты, какие хотите. Вот. Неважно. Важно то, что если вы хотите. Если вы хотите, ну давайте только bing, скажем, сделать по битве операцию и, которая должна быть 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, да? Вот она. Или операцию по битве и. Или, скажем, нот. Вот. Но с нотом ситуация несколько и более хитрая. Сейчас я объясню, в чем она заключается. Как вы думаете, если в питоне целые числа актуальны и бесконечны? Ну, они же актуальны и бесконечны, да? Мы же знаем, что можно написать вот так вот. Да? Так вот, если в питоне целые числа актуальны и бесконечны, как выглядит целое число, у которого все нули в двоичном разложении поменены на единицы? Правильно. Оно состоит из бесконечного количества единиц. Поэтому единственный способ вывести такое число на экран, это понять, что оно отрицательное, да? И представить себе его как число, выведенное в дополнительном коде. Такие дела. Вот. Поэтому у нас, как видите, это действительно совпадает с определением дополнительного кода. Помните, да? Что дополнительный код можно довольно легко вычитать. Не а, это минус а в скобочках а плюс один. Да? Или минус а минус один. Вот. Вот, собственно, это оно и есть. Короче, это было отступление про побитовые операции. Мы возвращаемся к алгебрологике. Значит, алгебрологики говорит о том, что а больше нуля, n, b больше нуля. Да? Вот вам, пожалуйста, вот true. Если вы помните, из прошлой лекции в питоне есть прекрасные сравнения, типа такие, а не равно b или там равно-равно-равно-равно-б равно-равно-100500. Это было лишнее равно. Вот. False. Почему? Потому что а и b у нас уже поменялись. Ну, хорошо, не равно b false и не равно-100500, естественно, true. Да? Если вы помните, многоместные сравнения в питоне устроены не таким образом, что мы сначала вычисляем одно выражение, а потом сравниваем с другим, а как в математике. Да? Вот эта штука, она совершенно эквивалентна утверждению a не равно b and b не равно-не равно-100500. Вот. Значит, это, правда, чуть-чуть позже, поздняя тема более, ну, в общем, понятно. Как видите, все вполне очевидно. То есть, когда мы видим несколько операций сравнения безо всяких скобочек, а просто так развернутый, они превращаются вот такое, вот такое вот сравнение, превращается вот в такое сравнение. Видите? В пример. могу показать такой же пример, как показал в прошлый раз, только более хитрый, вот он тут начинается, да, который может слегка обескуражить человека. Смотрите. у нас есть, допустим, операция принадлежности элемента последовательности. Ну, допустим, у нас есть последовательность, там раз, два, три, и мы говорим, что три, два, in a true, а скажем, ку-ку in a false, да, вот. Ну, или там, давайте ради интереса сделаем список. Вся та же картина. Да, вот. False. True. Да? Проверим, содержится ли true, в списке, в котором единственный, единственный элемент это false. Естественно, да? Вот если бы здесь было вот так вот, то все было бы хорошо. А вот так вот плохо. Тем не менее, если мы напишем вот так вот, неожиданно. Но в действительности ничего неожиданного в этом нету, потому что если бы мы правильно расставили скобочки, то все бы, конечно, получилось как надо, а вот такая операция, это многоместное сравнение, которое превращается во что? Вот в это. И это правда? Да? Вот такая операция на самом деле раскрывается вот в такую операцию. Ну, что, собственно, и есть. Все. Значит, теперь мы возвращаемся, собственно, к табличке истинности. Да? Значит, здесь вроде бы понятно. Просто вас не должно пугать, да? А если мы это читаем вслух, мы, наверное, не сразу понимаем, что это сравнение, это тоже такое сравнение, и, соответственно, поскольку это многоместное сравнение, то на самом деле читать нам надо. В питоне, вслед за языком программирования C, придумана следующая конструкция, вернее, следующая, это семантика или синтаксис, видимо, семантика, объектов, они делятся на пустые и не пустые. То есть, все объекты в питоне либо пусты, либо не пусты. Пустой объект в питоне считается как бы false, а, значит, не пустой как бы true. Ну, например, это понятно. Но если мы возьмем какой-нибудь не пустой объект, например, вот так вот. Да? А если мы возьмем пустой объект, будет вот так. Обратите внимание, да? Пустой список, нулевое число, пустой кортеж, вот, пустое множество. Нет, это пустой словарь. Короче говоря, разнообразные пустые объекты считаются false, но, соответственно, нод из них делает true. Это, в общем, понятно. Мы можем вспомнить язык программирования C, где любой нолик считается false, а не нолик считается true. Питон пошел дальше, потому что для каждого типа, а питон строго типизированный язык, мы не можем говорить, что там квадратные скобочки, типа вот nil, как C, это тоже ноль. Ничего подобного, да? для каждого класса, для каждого типа определяется пустой объект, ну, а все остальные не пустые. Точнее, не так, там определяется метод, который проверяет пустоту объекта, но это уже деталь. И вот тут, вообще говоря, попробуем-ка мы сформировать новые правила, переписать табличку истинности, вот эту, в терминах пустой объект или не пустой. Ну, слева, понятное дело, будет стоять так же, как здесь, да, вместо false будет спусто, а вместо true будет не пусто. Справа, по идее, должен появиться в случае false какой-то пустой объект, а в случае true какой-то не пустой объект. Ну, типа, если мы пишем, допустим, g end 1, 2, 3, 4, 5, то результатом, поскольку оба объекта эти не пустые, должно быть true. Чего? Ну да, результатом должно быть true, нота от этой фигни должна быть false. Здесь довольно простой механизм работает, но его нужно немножко в себе, так сказать, восстановить. Если вы знаете язык программирования C, то вы, наверное, с этим механизмом знакомы, который заключается в следующем. Это так называемые ленивые вычисления. И, на самом деле, если вы пишете конструкцию что-то типа, ну, давайте так, a, b равняется true, ну, там, давайте не true, а там, скажем, 10, ку-ку. Вот, a, b. Так вот, если вы пишете конструкцию a, or, b, то, вообще говоря, поскольку первый оперант уже true, true, 10. Второй оперант там высчитывать, в общем, не надо, да? Посмотрим на табличку истинности. Если первый оперант true, результат всегда true. Вот если первый оперант false, тогда результат может быть либо false, либо true, в зависимости от того, false ли у нас b. то есть, в результате вычисления выражения, or, первый оперант которого не пуст, мы должны получить какое-нибудь не пустое значение, какой-нибудь true. Например, первый оперант. То есть, смотрите, как устроен or в питоне. В питоне используется немножко нетрадиционная, скажем так, небинарная булевая алгебра, потому что результатом логической операции a, or, b является a. Если оно не пусто, нам же нужно получить непустое выражение. А вот если a пусто, смотрите, Екатерина, если у нас список не пустой, то какие бы в нем объекты ни были, да? Он не пустой. Он длиной, он длиной 3. Он не может быть пустым. Так вот, значит, еще раз, да? Результат операции or равен первому операнту, если он не пуст, потому что вот так и должно быть, да? Если первый оперант не пуст, нам результат не пустит. А если первый оперант пуст, то если второй не пуст, результат должен быть true, а если второй пуст, то false. Но это и есть оперант B. Поэтому a, or, b вообще не про true, не про false в питоне. А очень простая штука. Если a истинный, результат a, а иначе он равен b. Такая же штука с o and, да? Мы помним, что and у нас равен true только в ситуации, когда оба операнта истинны. Поэтому, если первый оперант ложен, мы сразу можем говорить, что он ложь, то есть возвращать a, а если первый оперант не пустой, возвращаем просто второй. С этой штукой связано понятие ленивых вычислений, которые я уже упомянул, не привел пример, которые выглядят следующим образом. Смотрите, у нас есть, скажем, 1 плюс 1, and 2 плюс 2. Понятное дело, что... Только нет, а or, да? Or 2 плюс 2. Понятное дело, что результат это вот эта двойка. Прошу заметить, что вот это выражение вообще не вычисляется. Почему? Доказываю. При том, что если бы Питон попытался вычислить, получилось бы вот такое. Ленивые вычисления состоят в том, что Питон вообще не пытается применить арифметическую операцию к... Выполнить ту арифметическую операцию, которая стоит в правой части операции or, вот, если он уже знает, что результат true. Обратите внимание на то, что, разумеется, синтаксический анализ производится, да? То есть, если мы напишем вместо этого какую-нибудь вот такую штуку... Ой. Вот такую штуку. Синтаксический анализ производится. Но любая синтаксически верная конструкция, даже вот такая будет работать, несмотря на то, что никакого non-existent имени в пространстве имен не существует. Питон синтаксически разобрал эту конструкцию. Она синтаксически валидная. Вычисляется она таким образом, что сначала вычисляется левое выражение. И если оно true, результат уже известен. А если оно false, вычисляется правое выражение. И вот только если левое выражение false, мы дойдем до вычисления правого, там выяснится, что в пространстве имен нет такого имени, и вот тогда только произойдет ошибка. Вот такие дела. Значит, хорошо это или плохо, не знаю. Но, например, можно вместо условного оператора, до которого мы сейчас дойдем, вместо условного оператора используются довольно забавные конструкции. Ну, что-то типа такого. a, b равняется, ну, скажем, 100, 500. И c равняется, ну, скажем, что-то типа a больше b and a grid or b grid. О! Так вот, значит, обратите внимание на то, что получилось. Да? Как это все вычисляется? Сначала мы вычисляем левое выражение. Если оно true, то результатом вот этого end является правое выражение, вычисляется правое выражение. Да? Если оно false, то результатом этого выражения должно быть то результат этого выражения false и начинает вычисляться вот эта штука. Ну, давайте оскобочки расставлю, может быть, так будет понятнее. Да? Ну, вот эти скобочки не нужны. Вот как устроен порядок вычисления данного выражения. Да? Значит, вычисляется сначала сравнение. Если одно было, допустим, false. Вообще, вся вот эта фигня не вычисляется, потому что оно уже false. Поскольку этот оператор or, это операция or, а это у нас false, результат правое выражение. Без разговоров. Какое угодно. Если это выражение true, то, поскольку это and вычисляется правый вариант этого выражения, поскольку оно тоже true, результат вот здесь вот true, и результат этого or, true, то бишь, левая часть вот эта, без разговоров не вычисляя вот эту правую. Вот такая конструкция, еще раз повторяю, выглядит она вот так вот, использовалась во втором питоне достаточно широко, потому что ею можно было заменить условный оператор. Была бы у нас лекция совсем онлайновая, я бы попросил призадуматься, какая есть проблема в этой конструкции. Вот, ответ на вопрос есть в плане лекций. Проблема очень простая. Проблема состоит в том, что это выражение работает немножко нехорошо, если вот эта вот штука тоже пустая. Ну, смотрите, вот у нас, значит, так оно работает хорошо. Отлично. Предположим, нам нужно здесь вот выводить не раз, а просто пустую строку. Ой, почему так? Да просто потому, что мы честно вычислили это выражение, у нас получился здесь, здесь true, здесь end, здесь пустая строка, здесь false, раз здесь false, надо результат вот этого вычислять. Нехорошо. А как хорошо? А хорошо использовать другую конструкцию, которая была довольно давно введена в питоне, она называется условная операция и выглядит она так. c равно, допустим, а из гритер if а меньше b else b из гритер вдруг не меньше, а больше. Вот. Вот эта конструкция, она защищена, разумеется, от вот таких вот провалов, как у нас тут было с пустой строкой, да? и вот, то есть, если мы напишем вот так вот, и даже если мы напишем вот так вот, то все будет как надо. Вот. Кроме того, она слегка удобнее читается, да? Когда у вас сначала условия, а потом обмазаны эндомиорами какие-то, значит, клаузы, внутри альфметического выражения это читается неудобно, а когда у вас это, дальше условия, дальше вот это, то есть у вас слева один вариант, справа другой вариант, это в общем читается при, естественно, навыке гораздо лучше. И здесь мы плавно переходим к теме условные операторы, да? Значит, вот это условное выражение, в нем можно усмотреть аналог тернарной операции FC, помните такая высококвязательная, вопросительный знак, двоеточие. Но тернарная операция FC, она имеет синтаксис вот такой, примерно, вот, а в питоне они решили сделать как в, кажется, перле, вот, потому что, ну, это, правда, более читаемо. Класс. Как видите, опять-таки, никаких скобок здесь не нужно, вот, потому что операция IF-ELSE довольно низкоприоритетная, то есть сначала будет вычислено вот это, вот это и вот это, а уже под... И нет, сначала будет вычислено соврал, сначала будет вычислено вот это, и в зависимости от истинности или ложности будет вычислено левая или правая часть. Давайте это проверим. Да. Видите, ленивые вычисления никуда не делись, вычисляются условия и в зависимости от того, висит оно или ложно, вычисляется левая или правая часть. Мы переходим к понятию условный оператор. Ничего сложного в понятии условного оператора в питоне нету, за исключением одной штуки, про которую мы с вами еще не говорили, а это очень важная штука. Не знаю, почему здесь вот нету упоминания про эту важную штуку, надо будет ее туда вставить. Важная штука называется операторные скобки. В питоне их нет. Смотрите, давайте сначала запущу интерпретатор, покажу отсутствие операторных скобок. Допустим, мы хотим сделать что-то такое, написать if, ну там, a, b, как обычно, равно 100500, if a меньше b, и дальше выполнить несколько действий. Если мы сейчас, видите, что нам сказал интерпретатор, он нам поменял подсказку, он говорит, вы тут открыли составной оператор, пишите что-нибудь. Если я сейчас напишу что-то типа print.coco, питон у меня будет ругаться. смотрите, что он говорит, что ожидался блок со сдвигом в этом месте. Вот это новое для нас понятие блок со сдвигом. Вот тут надо поправить, в общем, надо будет мне сейчас, когда я буду подправлять план лекции, все-таки ввести сюда еще блок со сдвигом. Вот это, значит, у нас приезжает понятие блок со сдвигом, которое говорит о следующем, что есть языки программирования, где составные операторы типа и в там условных операторов, операторов цикла требуют отметить явно специальными символами начало тела цикла, допустим, или условного оператора и конец. Ну, например, в C мы можем использовать фигурные скобки, а можем их не использовать, и тогда у нас будет телом нашего условного оператора ровно один оператор, не на один больше. В Pascal мы можем писать begin-end, ну и так дальше. Я даже знаю язык программирования, в котором открывающие скобки нет, а закрывающие есть. Вот, операторное. Ну, в общем, всякие бывают. В питоне роль скобок выполняют отступы. Если мы хотим написать условный оператор, мы должны поставить хотя бы один пробел. Обычно пишут 4. и вот тут написать вот. Более того, значит, отступы, да, обычно 4 пробела. Но это обычно. На самом деле, любое количество пробелов, главное, чтобы одинаковое. То есть, если мы хотим написать вот так вот, и еще один оператор воткнуть внутрь оператора, условного оператора, мы должны поставить такое же точно количество пробелов. если же мы количество пробелов изменим, будет уже, значит, будет, как это, известная нам ошибка, а не спектр тендепт. Например, эта ошибка может подкрасться, если вы внезапно хотите выдать командочку в интерпретаторе, случайно вставив в начало любое количество пробелов. Такие дела. Вот этот блок со сдвигом или отсутствие операторных скобок уже не первое десятилетие вызывает лютый совершенно, как это правильно сказать, ну, в общем, вы догадались, что именно лютое оно вызывает, споры между, значит, любителями питона и нелюбителями питона. В принципе, таких штук в питоне все больше, которые вызывают лютые споры между любителем питона и нелюбителями. Вот. Но мне, как человеку, который еще и программирование преподает, очень нравится идея, что язык, синтаксис языка устроен таким образом, что вы не можете написать совсем уж не читаемую программу на питоне. На самом деле, можете. Спойлер. Вот. Если пользуетесь операторами там цикла, условно-операторами и так дальше, вас как бы заставляют структурно форматировать вашу программу «Здравствуй, дядя Декстра», который призывал всегда так делать. Вот. Единственным и главным недостатком, реально проистекающим из, значит, использования пробелов, отступов, а точнее отступов, как синтаксически значимых единиц, является тот факт, что в классической кодировке помимо пробелов есть еще один символ, являющийся пробельным, который, на взгляд, неотличим от пробела, а именно символ табуляции. Причем, с символом табуляции все реально плохо. Он один, но обозначает сдвиг на некоторое количество, перемещение курсора на некоторое количество позиций вправо. Это ужасно. Понимаете как? В том-то и дело, что я лично считаю, что в табуляции 8 пробелов, а не 4. Ну, потому что когда-то было именно так. Вот. Короче говоря, когда вы пользуетесь редакторами, ну, видимо, самое главное это редактор джинни, в котором эта штука по умолчанию. Когда вы пользуетесь редакторами, нет, юникодные пробелы, слава богу, для питона не пробелы вообще, то есть у вас будет просто синтаксическая ошибка. Вот. А то, знаете, там бывает и обратный пробел же. Нет, нет, нет. Когда вы пользуетесь редакторами и текстовыми редакторами и пишете на питоне, не забудьте вот в этом месте убрать убрать табуляцию. Только пробелы. Вот. Я тут запустил редактор джинни, который, в принципе, не самый плохой в мире. Очень-очень легковесный д-е. Вот. Так вот, в редакторе джинни, пожалуйста, если вы им пользуетесь, вот здесь вот поставьте, чтобы это был пробел. А еще можно и вот здесь вот подставить, заменить табуляции пробелами кнопочку. Вот. Тогда у вас будет всегда ваш файл на питоне чистый и сухой с отсутствием символов табуляции. Табуляция это жесть. Мы еще с ними немножко встретимся, когда будем говорить про строки. Ну, в общем, соответственно, если пользоваться редактором Vim, сейчас скажу, как это называется. Вот. Вот. Эта опция называется ExpandTab. Скорее всего, правильно настроенный Vim, увидев файл на питоне, вам его включит. Вот. Но, значит, имейте в виду, что ее надо обязательно включать. Если вы пользуетесь редактором Vim, редактируйте с его помощью файл на питоне. Если вы его не вам не включили, то включите сами. Вот. Значит, какие есть интересности в случае оператора else в питоне. Сейчас я его попробую найти в документации. Попробую найти его в документации. Ну, так просто нету. А, он будет страшный. Там будет полная лексическая картина. Ну, ладно. Тогда я напишу так. Значит, смотрите. Вот мы говорим о A, B, C. Ну, как бы. Хорошо. A, B, C равняется 1, 2, 3. И пишем, что такт если if A меньше B A меньше B Да. If A меньше B там print A меньше B. else if b меньше c давайте так уж быть будем честными print b меньше c else что там у нас больше равно бы больше равно ци какая-то такая фигня я возможно не прав есть на меньше больше вот обратите внимание на неудачную картину представьте себе что у нас таких условий будет много у нас вся вот эта лесенка будет расти вправо потому что питон требует после каждого else тут я запутаю за после каждого else требуется отступа да то есть если бы у нас вот здесь вот был еще один и этот и бы начинался уже вот здесь понимаете поэтому как в большинстве языков программирования ну кстати это вообще работает и не ошибся нигде да как в большинстве языков программирования в питоне есть клауза else if точнее она елиф называется которая позволяет совершенно не структурно в том смысле что в действительности эти вызов эти операторы были вложенными позволяет совершенно не структурно вытягивать такие сравнения в столбик вот вот собственно вся вся подробность вся премудрость относительно клауза елиф клаус елиф понятное дело может быть сколько угодно ну как то так вот такие дела значит на чем в общем ничего интересного в про оператор if нельзя ска мне сказать за исключением того что напоминаю арифметическое выражение которое стоит в любой операции участвующие в операторе if трактуется как true или false то есть как пустое или не пустое это значит что мы можем написать мы вполне можем написать что-нибудь типа а равняется сто пятьсот if a print куклу пожалуйста значит вот здесь вот записано арифметическое выражение даже вообще-то любое выражение не обязательно арифметическое любое выражение результат которого трактуется как true или false соответственно а у нас не пусто значит можно было написать вот так вот а если бы она была до кукоряку пожалуйста вот это довольно важная штука вы всегда можете выбирать писать вот так вот и в а или писать вот так вот и а а равно нулю вот согласитесь это вообще говоря разные вещи ну например а равно давайте поменяем по не равно нулю извините не равно нулю конечно а не равно нулю а равно пустая строка упс понимаете да в чем смысл и действует в том что это вообще говоря разные вещи проверить на равенство конкретному числу или конкретному значению или проверить на непустоту объекта и вот такие дела значит это что касаемо что касаемо условного оператора вот абсолютно также устроен оператор цикла у вас у него есть условия и есть тело вот тут правда есть одно замечание нет тернара выражение елив нету к сожалению потому что не проверял но думаю что нету думаю что нету сейчас найдем нету а жалко интересный вопрос ладно значит да так вот оператор цикла я вот что вам скажу елив в тернарном выражении вас превратит ваше ваше выражение в строчке в абсолютно нечитаемую кашу поэтому видимо его не придумали для ну мне так кажется я могу ошибаться значит единственное замечание которое всегда делаю она в общем не касается нас с вами но касается людей которые только-только начинают учить питон смысле язык программирования такой вот в принципе да замечание стоит в том что цикл состоит не из двух частей тела и условия а из четырех если какого-то из какой-то из этих частей не хватает вашем цикле скорее всего цикл будет работать как-то не так смотрите значит в цикле 4 части инициализация то есть подготовка тех объектов которые будут участвовать в условии подготовка перепис установка их начальное значение дальше начало цикла проверка условия дальше тело цикла это то ради чего вы цикл собственно пишите и дальше изменения изменения это модификации тех объектов которые будут участвовать в проверке условий как я уже сказал о любое отсутствие любого из этих элементов приведет к тому что цикл будет не будет работать так он работает если мы пропустим тело то непонятно зачем нам цикл если мы понятно мы не сможем пропустить проверку условия потому что она является тут вот частью цикла если мы пропустим и не пропустим изменение у нас получится вечный цикл вот а вот если мы пропустим инициализацию то тут есть несколько разных неприятных моментов да значит понятное дело что так у нас просто ничего не заработает спасибо питону который скажет у вас вообще переменные и не определено вот главное не забывать что инициализация цикла стоит непосредственно перед началом цикла если например у нас у нас цикл вложенный что-нибудь вот такое вот вот опять же было бы у нас достаточно интерактивной лекции обеспросил сколько оборотов цикла сделает данная программа вот ответ 100 неправильный что я сделал не так а ну принтера был вот такая программа извините да ответ 100 неправильный эта программа сделать 10 оборотов цикла почему потому что у нас нету инициализации переменной и в начале цикла вайл внутреннего она инициализируется только один раз и после первого же оборота 10 оборотов цикла и становится равным 10 и когда мы приходим вот сюда она все еще равно 10 в общем в общем не забывайте что инициализация это эта часть вот что инициализация эта часть и монетная конкретно тому циклу к в котором вы проверяете конкретно эту этот объект такие дела значит ну чтобы сразу так сказать отстреляться по этой площади скажу что как и во всех других языках программирования есть оператор брейк оператор continue который допустим вот здесь вот можно и в скажем так и плюс же больше 15 брейк как только у нас значение значит становится больше 15 он выходит причем обратите внимание из внутреннего цикла до внешний цикл полностью вот внешний цикл с 6 уже не полностью 96 нет семью 87 есть а 9 7 уже нету почему ну потому что у нас 8 плюс 7 15 и мы выскочили вот отсюда вот сюда вот это оператор брейк как видите оператор брейк не выходит за внешний цикл а вот это оператор continue оператор continue вообще не выходит на внешний цикл он сразу переходит на проверку условий это все абсолютно обычные вещи вот тут он застрял потому что надо было поставить вот сюда вот значит видите он пропустил ситуацию когда у нас когда у нас вот это вот эта сумма больше 15 не больше вот так будет более понятно да пропустил ситуацию когда у нас 8 плюс 7 7 плюс 8 когда сумма равна 15 потому что в этом месте он пошел обратно вот сюда дальше вот самое интересное пожалуй в этой всей истории и это клауза else к оператору while работает она примерно так же как работает клауза else к оператору if если условие верно выполняется тело цикла если условие неверно выполняется тело клаузы else в отличие от оператора if клауза else не выполнится вообще если вы вышли из вашего цикла по оператору брейк оператор брейк переведет поток управления сразу вот сюда типичный пример использование оператор else это алгоритм поиска первого когда ваша программа либо должна найти что-то в последовательности либо оповестить пользователя о том что то что он ищет не найдено да давайте чуть такое напишем но что-то типа такого значит вайл во первых введем какой-нибудь строку с равняется int от input заодно объясню что это такое потому что нам нужно для домашнего задания вайл с что означает что с не равно нулю if с равняется 13 print 13 13 is found break с обратите внимание это пелск к циклу вайл мы забыли еще ввести с равняется и значит как это все работает мы вводим строку функции input вводит в спитоне всегда строку со стандартного ввода мы про это еще поговорим приводим эту строку в целое число просто преобразуем до тех пор пока это число не 0 мы проверяем не равно ли она 13 если оно равно 13 все можно больше не вводить выполняем оператор мы говорим print и говорим break если она не равно 13 то мы проваливаемся вот сюда и вводим следующее число потом следующее число и так до тех пор пока мы не введем 0 если мы ввели 0 цикл вайл заканчивается то есть вот наш закончен и за время этого года число 13 ни разу не встретил сообразно логике работая клауза else условие ложно значит выполняется клауза else и мы пишем что 13 не найти если же мы нашли 13 выполнить клаузу break клауза else не выполняется проверяем я ввел неправильное число давайте еще раз да шо ж такое я ввел 0 13 не найти теперь сейчас ввиду 13 о 13 найден обратите внимание что при отсутствии вот такой красивой конструкции вам бы пришлось вам бы пришлось вводить специальный флаг 13 найдено 13 не найду и после выхода из цикла проверять этот флаг и если флаг равен значит что 13 найдено он как бы активен значит вы писать 13 найдено вот здесь где-то вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот где-то проверять а если значит этот флаг равен он пустой тогда говорит 13 не найти вот поскольку алгоритм поиска 1 и еще несколько таких классических алгоритмов завязаны на то что нам нужно делать разные вещи если мы выходим из цикла потому что условия неверно и если мы будем исходим из цикла потому что мы что-то там почитали и решили из него выйти вот клауза else в цикле вайл очень удобно я скажу что практически все наши весь наш ввод в домашних заданиях будет устроен примерно таким же образом да мы будем вводить до тех пор пока что-то не случилось да значит давайте мы сначала поговорим про вот его в домашнем задании раз мы эту тему затронули а потом поговорим про маржа потому что промажать а мы интересны а да значит про домашние задания маленький комментарий для тех кто зарегистрировался на и джадж и пытался решать первое домашнее задание и получил от луп от и джаджа что у вас решение неправильное значит не печальтесь это сделано ну практически намеренно формулировка домашнего задания в и джаджа не совпадает с тем что он проверяет конечно конечно вайл можно делать сколько угодно проверок вайл напоминаю я отвечаю на вопрос вайл напоминаю вот здесь вот в цикле вайл стоит понятие условия условия любое выражение что хотите то и делать вот так вот про домашние задания да значит не отчаивайтесь домашнее задание было неправильным потому ну как бы байдизайн вот идея и по выполнению домашнее задание было в том что а зарегистрироваться бы научиться читать журнал отчета слава богу у нас не олимпиада и журналы отчета доступны и в этом журнале написано какой на самом деле от вас хотели хотели вывод вас ну собственно я думаю что все кто справился с домашним заданием с ним справиться понижение оценки за то что вы не один раз за то что вы один раз решили домашнее задание неправильно не будет понижение оценки возможно только в ситуации которые называют парковкой на слух это когда человек посылает заведомо не работающую программу в непонятной надежде что почему-то она пройдет через и джадж то есть когда очевидно что он не запускал даже на самых простых тестов у себя вот значит ну вот так вот говоря про вот с выводом все понятно то значит если вас нужно вывести как какие-то какие-то штуки через пробел то вы просто говорите принят эти штуки через пробел вот пока что формулировка того как должен выглядеть вывод будет очень простой вот в будущем когда мы будем проходить строки форматные строки и вот это все будут задачки на прихотливый вывод но это не сейчас вот ну максимум если вдруг вам очень хочется вы можете вот сделать вот так вот например вы можете в функции print перезадать что является разделителем сепаратор что является разделителем между полями вывода да вот так или вот так но это все совершенно не обязательно я думаю что в домашних заданиях не появится таких требований пока вот это что касается вывода а вот что касается ввода тут все несколько интереснее обратите внимание что для того чтобы ввести целое число и использовал вот такую конструкцию к сожалению именно так и это все работает потому что функции input а это единственная такая просто простецкая простая функция с помощью которой выводится стандартного года она всегда возвращает строку да даже если вы то что вы ввели похоже на число это строка обратите внимание что будет если умножить на 10 до если в задание сказано вести целое число вам придется число преобразовывать и писать что-то вот такого рода и вот input собственно как мы и сделали это вам о примере с циклом при этом понятно что если ввод подразумевает не только целые числа но еще что-то функции int выдаст вам ошибку вот но опять таки в домашних заданиях если не сказано иного ошибочного ввода нет если в домашнем задании сказано ну да понятное дело что если написано сказано ввести вещественное число то вы пишете здесь флот и радуйтесь более того даже если пишите вот так вот у вас все равно получается число типа флот если же в домашнем задании сказано смотрите я сейчас не буду сравнивать си скажет на самом деле тоже очень интересная функция и с ней все тоже не так не так плохо как вы думаете вот реально вот скан в случае ошибок парсинга просто говорит я это не ввел ну ладно значит так что нет да так вот значит смотрите к если в домашнем задании написано ввести три числа через запятую то вы конечно можете ввести три числа через запятую написал что-нибудь вот такого input там да и написать а там там 100 там 1.1 минус 5 а что делать дальше если бы мы с вами проходили строковые операции то мы бы конечно сделали что-то типа такого там с . сплит это я уже полю будущие лекции до возможно сплита запятой как-то вот так вот ты вот во прекрасно и дальше что тип типа такого там вот ну короче вы меня поняли сложно мы это все будем делать не сейчас сейчас я познакомлюсь с волшебной таблеткой который нельзя использовать в продакшене но можно использовать домашних заданиях волшебная таблетка называется функции его да совершенно справедливо функции его выглядит удивительным образом вы берете строку любую ну например с равняется 5 умножить на 10 и говорите его вот с и питон вычисляет берет эту строку проводит лексический анализ синтактической анализе интерпретацию этой строки и возвращает результат ну там не знаю а равняется его вот с возвращает результат значит равный интер от интерпретированному выражению который лежит в строке передные функции него что более интересно вы можете ссылаться на текущий namespace написать что-нибудь так тип такого его от там не знаю 100 плюс а то есть в тот момент когда вызывается функции ебал происходит интерпретация выражения и она происходит не сработает происходит интерпретация выражения слава богу не сработает у нас в домашнем задании не сработает у вас то может быть в продакшене сработает рам минус f ну извините да вот значит происходит интерпретация выражения в том состоянии, в котором сейчас находится питон. Мы, возможно, к этому Eval и к экзеку еще вернемся, когда мы говорим по namespace. Но сейчас достаточно знать, что в таком виде это вполне работает. А что это означает? Это означает, что любое выражение на питоне вы можете скормить функцией Eval и питон его вычислит. Какое любое? Ну, например, вот это является выражением на питоне? Да, это константный массив задается таким образом. Если вы напишите что-то типа B равняется Eval от 1, 2, 3 1, 2, 3 что у нас попадет в B? В B у нас попадет тюпль, то бишь кортеж, то бишь константный список, то бишь интерпретированное значение того, что мы положили в строку, а в строку мы положили 1, да, 3 то бишь это будет тюпль из целых чисел ну вот смотрите, B там первое окей это означает что? Что если мы возьмем и используем уже известное нам множественное связывание и напишем что-то типа A, B, C равняется Eval от 1, 2, 3 то мы получим что в A у нас будет целое число A целое число 1 да, в B и C будут у нас соответственно 2 и 3 то есть если мы напишем наконец вот так как было совершенно правильно сказано тут в чатике функции Eval опасны и потому что она реально вычислилась в любое выражение питона и вы можете легко превратить в тыкву вашу программу передав туда на вход кути ерунду вот но для наших домашних заданий поскольку там вход всегда стандартизованный вот такой подход в частности для домашнего задания решение квадратного уравнения который будет работает на 1 2 3 вот обратите внимание на то что таким способом можно вести вообще все что угодно ну например вот так вот смотрите вот это у нас а это b это c первая это строка второй in 3 тюбы то есть это евал да фактически вы обращаетесь прямо к питону питон мне лень самому парсить распарсь это по иметь полное право вот те из вас кто когда-то писал всякие олимпиадные задачки или задачки в школе где было написано с помощью строков операции распарсить там вот вот такую конструкцию там ну не знаю на си или на паскале до должны вот в этот момент судорожно вздохнуть то ли от счастья то ли от обиды почему раньше вам это не рассказали я по крайней мере так делал когда первый раз это увидел такие дела у нас осталось буквально сейчас 15 минут 20 5 минут на одну очень важную тему как я сказал что я расскажу про маржа значит тема про маржа очень важная потому что она позволяет позволяет упростить один из главных элементов наших домашних заданий а именно на циклический вот смотрите значит помните язык программирование си кто помнит в языке программирования си операция присваивания является обычной операцией ну там понимаете как не только распарся ну и вы не совсем смотрите отвечаю на вопрос в чатике значит не только питон распарся не только питон выполнять не весь код выполняется функции и вал функции и вал именно что сначала парсит а потом вычисляет выражение туда например цикл for вставить нельзя в цикл for можно вставить функцию экзек возвращаемся к маржу значит в языке программирования си и операция присваивания является операцией и вы можете написать что-то типа такого b равняется а равняется 3 плюс 1 это все вы так можете написать или вайл ц равняется дед чар не равняется и of там что-то такое поскольку операция присваивания в оси является просто операцией результатом ее будет 3 в б в это время положится 4 а здесь будет написано так сначала будет произведен гид чар а потом результат операции этой присваивания который собственно будет равен результат функции гид чар будет положен в c еще пример по после этого сравнивать его вот в питоне а оператор связывания вот такой не является операцией то есть он у него есть левая часть правая часть это очень очень разные вещи но начиная с питона 38 буквально недавно был завистован пеп 572 он долго жил чуть вниз не с 2018 года он жил в котором определяется специальная операция присваивания которые на жаргоне называется маржовый оператор потому что он похож видите на маржа это глазки а это клыки маржовая оператор маржовый оператор его главное назначение это связывать имя с объектом внутри операции то есть как это все делается давайте ради примера я возьму возьму наш пример с водом до нуля вот и оптимизирую его с помощью операции с помощью волос оператора значит чем мы должны тут написать с с равняется этот input это убираем и это тоже убираем а что здесь происходит здесь происходит связывание имени с с неким выражением прямо внутри афметическое выражение к моменту когда мы переходим вот на эту строчку имя с уже связаны вот и мы можем проверять чем эта штука чем эта штука плоха единственная плоха тем что у нас как бы операция проверки условия операция инициализации тут сложились в один флакон вот когда когда это было вот так вот это была инициализация а вот это было изменение теперь у нас инициализация изменений все все уехали в проверку условий вот мы нарушили каноничность схемы цикла в общем то и бог бы с ним зато вот такая картинка и читается вполне нормально особенно для тех кто знает си да даже для тех кто не знает да даже для тех кто не знает этот самый си вполне неплохо заметить что вот такое связывание внутри вашего выражения приведет к тому что как только это выражение вычислиться ими будет связан вот а значит а для того чтобы это не было похоже на операцию связывания у маржового оператора есть разные свойства он например на право вычисляемый они левый вычисляемый он например достаточно низко приоритетный вот если напишите вот так вот то это будет означать что вы задали тюпль у которого первый элемент равен единице 2 равен 2 а еще x равен тоже единиц понимаете да вот ну и так дальше посмотрите отличия их много вот они не всегда сейчас нам будут доступны потому что там есть всякие отличия как это использовать внутри списковых сборок еще вот таких вещах потом вот но у просто для того чтобы можно было по-разному использовать одно и другое у значит операции операции как это сказать операции связывания немножко другой порядок вычислений вот чтобы было понятно насколько эта штука удобная есть некоторое количество примеров того как это используется прямо сейчас в исходном коде всяких модулей на битоне из двух из трех строчек получаем 2 смотрите давайте когда мы будем говорить про цикл for тогда и будем вы можете даже задать еще раз этот вопрос если он будет актуален потому что в данный момент он немножко ну вайл for it про разные совсем про разные хорошо да вот у нас ровно на следующем лекции будет форме мы про это поговорим а пока я все-таки до кончу про волос оператора ну и так дальше обратите внимание насколько читаемый стал пример после того как в него добавили простейшее связывание внутри условия вот вот тоже хороший пример в общем удобная штука значит люди которые не любят питон могут не любить его еще больше потому что связывание внутри выражение это всегда ну как бы то что называется обратно побочный эффект да то есть вы вычислили некоторые выражения у вас фигах изменились некоторые переменные но но что же делать так математику мы опять не успели но следующий раз тогда самое главное я вам показал да вот легко использовать операцию операцию связывания вместо оператора тогда когда вам нужно делать ввод до нуля например вот вам типичный пример мне кажется что все время у нас вышло да значит домашнее задание я к сожалению пока не подготовил полный комплект тестов поэтому значит домашние задания в процессе в процессе задания вот я доделаю их и напишу в чатик когда они появятся на и джаджа соответственно если вы там совсем совсем не пользуюсь чатикам и отслеживайте вот эту страницу как только на этой странице все домашние задания приобретут вид как они бы как они были на той то есть появятся условия ссылка на и джадж ссылка на формулировку это значит что они уже запущены вот ну собственно все да значит для тех у кого кто хочет получать зачет по домашним заданиям ну или экзамен до соответственно срок сдачи передвинул нас дедлайн всегда недели дедлайн всегда недели просто недели стал а когда я допишу я думаю что сегодня пишу так значит поскольку я ответил на все вопросы которые возникли в процессе мне кажется что на сегодня все спасибо всем за внимание вот ну и до новых встреч в следующий раз будем говорить про последовательности цикл цикл фор вам тоже спасибо что участвуете активно обсуждение вот это очень важно вот без этого очень тяжело жить